Уже завтра в Турцию летит первый чартерный рейс из Новосибирска. Такой информацией с нами поделились представители региональной ассоциации туризма. После Центральной России это ближайший город, откуда можно вылететь за границу. Насколько сейчас востребован международный туризм и есть ли шанс в этом году отдохнуть в пока закрытых Таиланде и Вьетнаме, которые сибиряки так любят, узнаем у Татьяны Голубевой. Она сейчас присоединяется ко мне в студию. Татьяна, здравствуйте. Здравствуй, Ира. Ну, сейчас обо всем расскажу и тебе, и нашим зрителям тоже. Но об этом чуть-чуть попозже, в смысле о Вьетнаме и Таиланде. А пока о международных направлениях. Турция, Англия, Танзания, точнее остров Занзибар и совсем недавно Швейцария, где сначала вас ждет две недели самоизоляции. В общем, не разбежишься. К тому же в Турцию чартеры из Сибири пока не летали. Завтра первый, дай бог не последний, через Москву, Питер и Ростов-на-Дону, а только эти аэропорты были открыты, лететь желают немногие. Дороже и тяжелее. Особенно с детьми. Сказать, что большой ажиотаж, я бы не сказал. В принципе, люди звонят, переспрашиваются, задают много вопросов, потому что на самом деле все равно здесь еще боязнь заразиться все равно. Но те, кто готовы ехать, в принципе, пока только переспрашиваются. Ну вот на сентябрь уже там есть несколько заявок, но собираются вроде. Вроде это ключевое слово, как я поняла, но некоторые все же улетели и сейчас наслаждаются морем. Одна из барнаульских туристок уверяет, что все меры безопасности в связи с пандемией, конкретно в их отеле, соблюдают. На территории отеля масочный режим введен частично, то есть маски требуют надевать только при входе в ресторан. Также немного видоизменен шведский стол, то есть все находится за стеклом и подается персоналам в спецодежде. Так что поправиться там в этом году землякам не грозит. А если вдруг заболеть коронавирусом, отдельный номер вашей семье выделят в том же отеле. В больнице будут лечить только если болеть будете тяжело, но за счет медстраховки. Что касается других открытых для посещения стран, поехать в Танзанию желающие в нашем регионе, может быть, и есть, но турагентства о них не знают. В Англии, рассказали нам, визы оформляют, но туда в основном едут учиться школьники и студенты. О перспективах международного туризма на осень-зиму 2020-го руководители наших местных агентств не очень желают говорить, просто потому что сказать почти нечего. Очень хотелось бы, чтобы открылся Вьетнам, и мы очень ждали этого направления. Сами видим, пока воссыны не там. Ряд стран уже объявили о том, что, я говорю конкретно про Индонезию, что до китайского Нового года они туристов из-за рубежа не ждут, развивают внутренний туризм. Этим сейчас занимаются и в Таиланде, так что, скорее всего, осень-зима 2020 в России пройдут под лозунгом «Да здравствует туризм внутренний». Как показала практика, большинство жителей центрального региона, той же самой Москвы, отправились покорять малые города нашей Родины. Очень много людей поехало по Золотому кольцу, в различные… в Уфу, в Казань. У них был тоже приток туристов. Жителям нашего региона в осенне-зимнее время туроператоры рекомендуют выбирать между Белокурихой, Горным Алтаем и курортами Краснодарского края, где и морским воздухом подышать можно, и на горных лыжах покататься. Собственно, альтернатива вряд ли нынче появится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова